В Тунисе набирает обороты политический кризис. Президент Каис Саид распустил парламент и отстранил от должности премьер-министра. В Белом доме оценили ситуацию. Во-первых, мы обеспокоены событиями в Тунисе. Все это случилось в тот момент, когда местная администрация пыталась стабилизировать свою экономику. Мы находимся на связи с руководством Туниса и по линии Белого дома и по линии Государственного департамента. Мы призываем к спокойствию и поддерживаем усилия Туниса по демократизации. В крупных городах страны ввели комендантский час на фоне акций протеста. Этот режим будет действовать до 27 августа. Напомним, в 2011 именно с Туниса началась арабская весна. Серия гражданских протестов в африканских и азиатских странах. Тогдашний президент Зин Альбиддин Бен-Али, правивший Тунисом с 1987 года, был вынужден покинуть свой пост и обижать Саудовскую Аравию. Нынешние события в Тунисе можно считать продолжением событий тех лет, считают эксперты. Недовольство населения обусловлено тем, что постреволюционные власти так и не смогли поднять уровень жизни и справиться с безработицей. В долгосрочной перспективе следует ожидать, что уволнения перекинутся на другие страны, в том числе Египет и Алжир. Мы будем наблюдать новую арабскую весну, заключают эксперты. Тем более, что для лидеров арабских стран итоги весны часто оказывались диаметрально противоположными. Когда Каддафи был свергнут и убит в придорожной Канаве, президент Сирии Башар Асет с помощью Кремля остался у власти. А вот президент Египта Хосни Мубарак после свержения получил пожизненный срок за расстрел протестующих. Но уже в марте 2017 его оправдали, и бывший президент вышел на свободу. Такими же разноречивыми оказались общие оценки итогов весны от констатации провала демократизации арабского мира, на которую многие надеялись, до напоминаний, что сами методы протеста теперь в той или иной форме используют по всему миру. От участников акции против режима Лукашенко в Беларуси до активистов БЛМ. Шеф Пентагона Ллой Тостин, выступая в Сингапуре, где он находится с визитом, заявил о стремлении США к стабильным и конструктивным отношениям с Китаем. Мы не дрогнем, когда наши интересы окажутся под угрозой. При этом мы не стремимся к конфронтации. Я привержен идее конструктивных и стабильных отношений с китайской народно-освободительной армией. Я надеюсь, что мы сможем в будущем работать совместно с Пекином по ряду важных вопросов, особенно в сфере изменения климата. Остин дал понять, что американская страна заинтересована в поддержании каналов связи для снижения напряженности в случае возможных негативных инцидентов. Сам глава ведомства с момента своего назначения в январе хотел встретиться с представителями китайских вооруженных сил. Нынешняя администрация Байдена и Харрис назвала ранее соперничество с Пекином главным геополитическим вызовом века. 25-26 июля первый зам госсекретаря Венти Шерман посетила Китай. Она встретилась с министром иностранных дел Ван И. Согласно сообщению Госдепа, Шерман выразила озабоченность по поводу соблюдения прав человека в Китае, а также обеспокоенность поведением Пекина в киберпространстве, в Тайваньском проливе, в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. В то же время она подтвердила важность сотрудничества в сферах, представляющих глобальный интерес, таких как климатический кризис, борьба с распространением наркотиков, нераспространение оружия массового выражения, региональные проблемы, включая Северную Корею, Иран, Афганистан и Бирму. Китайская сторона, в свою очередь, показала зубки и предостерегла Вашингтона дальнейшего убежательства в дела Гонконга, Синдзя-Нигурского автономного района и прочие внутриполитические вопросы. Пекин также потребовал от США отказаться от санкционного давления. Сегодня главным козырем Китая является его экономика, констатируют эксперты научно-исследовательской корпорации РЕНД. В докладе, посвященном роли Пекина на мировой арене, согласно их заключению, для Китая наиболее эффективным рычагом воздействия на третьи страны является возможность предлагать им торговое и инвестиционное партнерство. Исходя из данных за 2018 год, в перечень наиболее зависимых от экономических отношений с Китаем стран входят Лаос, Филиппины, Вьетнам, Австралия, Южная Корея и Камбоджа. Другой эффективный метод китайского воздействия – развитие неформальных связей с представителями элит в других странах. В качестве примеров эксперты приводят попытки Китая воздействовать на элиты в Австралии, Индонезии, на Филиппинах. Например, представители Китая предлагали экономические преференции политикам в Австралии и Новой Зеландии, чтобы те принимали меры, выгодные Пекину. И хотя США сохраняют за собой первенство по уровню влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Пекин сокращает отставание. Это следует из интегрального рейтинга мощи стран ATP, составленного базирующимся в Сиднее аналитическим центром. В нем учитываются такие факторы, как состояние экономики, военный потенциал, устойчивость, внешнеполитический вес, а также степень экономического и военного влияния. Согласно расчетам, рейтинг США в прошлом году составил 81, второе место у Китая с показателем 76. О китайской модели можно говорить скорее в теоретическом ключе, чем в практическом. Это помесь различных продвигаемых компартий и методик, это нечеткий последовательный список мер, который может применяться в другой стране, считают эксперты. Как отмечают аналитики в ближайшие годы, экономику Китая, вероятно, ждут проблемы. Другая слабость Китая – неспособность конкурировать с США в сфере военного влияния. По подсчетам, Соединенные Штаты потратили 13,7 миллиарда на военную помощь другим странам в 2018 году, а ведущие государства Европы – 7 миллиардов. Ежегодные расходы Китая на военную помощь другим странам составляют порядка 100 миллионов долларов, пишут аналитики, признавая, что эти статьи расходов Пекина засекречены, а потому установить точную цифру сложно. Также как сложно установить диалог со спикером Пелоси. В этом убежден лидер республиканского меньшинства Палаты представителей. Теперь у нас есть комитет, который должен расследовать события, подробности о которых хочет знать вся Америка. К сожалению, спикер Пелоси собирается назначить в него лишь полностью подконтрольных ей людей. В итоге это будет провальная работа. В их отчет никто не поверит. Инициативу, предусматривающую создание спецкомитета, Палата представителей одобрила в конце июня. Только двое из 211 республиканцев проголосовали за создание этого органа – Лес Чейни и Адам Кизингер. Они входили в группу из 10 республиканцев, голосовавших в январе за импичмент Трампа. Предполагалось, что в состав спецкомитета войдут 13 конгрессменов от обеих партий. Пятерых должен был предложить Маккарти, а остальных, включая председателя Пелоси. Она имеет право отказать Маккарти в его кандидатурах и решить, кто войдет в окончательный состав комитета, который получит полномочия вызывать повесткой свидетелей на свои слушания. К слову, Пелоси, пользуясь своими полномочиями, ввела Чейни и Кизингера в состав комитета. На прошлой неделе она зарубила кандидатуры Маккарти, Джима Джордана и Джима Бэнкса. Они, в отличие от Кизингера и Чейни, входят в число трампистов. Маккарти не уточнил, примет ли руководство республиканской партии в свете объявления Пелоси какие-то решения относительно Чейни и Кизингера. «Посмотрим», — лаконично ответил Маккарти. Кроме того, он подтвердил, что контактировал недавно с Трампом. Он также выразил полную уверенность в том, что Пелоси отказал исключать Джордана в состав комитета по политическим соображениям и пообещал, что республиканцы будут проводить собственные слушания, посвященные изучению событий 6 января. При этом Маккарти предположил, что одним из двух основных вопросов является выяснение того, почему компетентные органы и нацгвардия оказались так плохо подготовлены к пресечению беспорядков на Капитолийском холме. Следует прежде всего определить, почему Национальная гвардия не пришла своевременно на помощь полиции Капитолия. Кстати, некоторые утверждают, что Пелоси была причастна к тому, что нацгвардейцы не могли подключиться сразу. Дело государственной важности. Томас Барак, один из главных организаторов сбора средств на избирательную кампанию Трампа, был арестован в минувший вторник и обвинен в сговоре с целью повлиять на внешнюю политику страны. Ему предъявлено обвинение в том, что он действовал как незарегистрированный иноагент, когда в 2016-2018 годах якобы пытался повлиять на политику США в интересах Объединенных Арабских Эмиратов. Прицелом, прицепом идут обвинения в препятствии правосудию и даче ложных показаний. Нынешняя ситуация не о правосудии, а о разборке в истеблишменте. Шепчутся в кулуарах. Бараку, выходцу из семьи ливанских христиан, эмигрировавших в США в начале 20 века, не только принадлежит международная инвестиционная компания, суммарные активы которой оценивают в 50 миллиардов, он еще очень много знает об одной из самых закрытых тем. Американо-саудовско-эмиратском сотрудничестве в ядерной сфере. Той самой, где главным игроком является крупный консорциум американских энергетических гигантов, созданный в июне 2016 года. В нем работают бывший директор агентства нацбезопасности генерал Кит Александр, генерал морской пехоты, бывший советник Обамы Джеймс Картрайт, бывший замначальника генштаба генерал Джек Кин, бывший советник Рейгана по нацбезопасности Роберт Макфларен, бывший командующий управления спецоперацией генерал морской пехоты Эрик Олсен. Тому Субараку реальный срок, скорее всего, не грозит, но из Американо-Саудовско-эмиратского сотрудничества в ядерной сфере его, скорее всего, вытеснит это мнение политконсультантов. Данил, таким образом, Абу-Даби и Ряда укажут, мол, знайте место свое. Потому что мы понимаем, что у лидеров Объединенных Арабских Эмиратов сложились достаточно теплые отношения с экс-президентом Трампом, и они даже заключили несколько договоров. Но сейчас при новой администрации Байдена и Харриса, оговорочка по Фрейду, все это достаточно шатко и волка. Не, но в любом случае в каком-то виде взаимоотношений между странами останутся. Просто контрагенты, которые являются некими посредниками в осуществлении этой деятельности, они будут заменены. И тут совершенно очевидно тех интересантов, которые имели связи с предыдущей администрацией. Нынешняя администрация видеть особо сильно не хочет. А зачем? Если наверняка есть какие-то свои посредники, которые уже готовы идти и заниматься этой деятельностью, то, в общем-то, ничего такого от предыдущей власти в виде личности, с которыми не хотят иметь дело, конечно же, власть новая вряд ли будет сотрудничать. Так вот, что важно? По поводу, кстати, власти новой старой. 80-летняя Барбара Боксер, это бывший сенатор от Демократической партии, была ограблена, в результате ограбления она получила травму, лишилась мобильного телефона. Как сообщается, инцидент произошел в Окленде, и в момент, когда она шла по улице, кто-то толкнул ее в спину, запрыгнул потом в ожидавшую машину, и, как приводит информагентство слова вот этой вот госпоже Боксера, она благодарна за то, что не получила серьезных травм, она в итоге осталась жива. Ну, хоть за это спасибо. И вот эта вот госпожа Либби Шаф, которая, прошу прощения, вот эта вот госпожа Боксер, она служила сенатором от Калифорнии с 93-го по 2017 год. Но вообще, в принципе, если мы сейчас говорим об актуальных событиях, то, понятное дело, что нападение на какую-то там экс-сенаторшу от Калифорнии, ну, наверное, досадно неприятная ситуация для нее, может быть, для пару-тройки ее знакомых, но это не влияет на контекст, в котором живет страна, и не влияет на повестку, которая сложится для большинства граждан Соединенных Штатов. А вот есть события, которые, вероятно, могут иметь такое значение. Речь, конечно же, о той самой традиционной вакцинации, которая происходит сейчас, особенно на фоне того, что в мире бушует тот уже распиаренный известный дельтавирус. Ну и вот, пожалуйста, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов попросило компания Pfizer и Moderna расширить клинические испытания на детях школьного возраста, чтобы определить, безопасны ли вакцины против ковида для вот этих вот лиц в возрасте до 12 лет. В настоящее время две фармацевтические компании тестируют свои разработки на детях, кому меньше 11 лет, и будут проверять, насколько вероятно развитие редких сердечных воспалительных заболеваний, которые были ранее обнаружены у вакцинированных людей, правда, те, возраст которых не превышает 30 лет. Ну и тут просто нужно уточнить, о каких заболеваниях идет речь. Это миокардит, воспаление сердечной мышцы, перикардит, воспаление ткани в оболочке сердца, ну, мягко говоря, неприятное заболевание. Сейчас все только говорят о том, что Нью-Йорк и Калифорния ввели обязательную вакцинацию для представителей госструктур. Это пожарные, это работники медучреждений, это госслужащие уже вышеназванные, и это полицейские. Обязательная вакцинация. Мэр Нью-Йорка Билл Деблазио предупредил о том, что госслужащие обязательно в сентябре должны будут пройти принудительную, чуть ли не принудительную вакцинацию, обязательную вакцинацию, и должны подтвердить это официальным документом, или сертификатом здоровья, или зеленым паспортом, как сейчас модно называть эти бумажки. На самом деле ситуация такая же сложилась и в Калифорнии. Там Гевен Юсом, губернатор штата, рассказал о том, что ситуация накаляется в связи с дельташтамом, индийским штаммом коронавируса, и ситуация осложняется количеством жертв и заболевших. Поэтому он вводит обязательную вакцинацию. Для представителей госструктур, конечно же, в нашей стране, разделенной на два лагеря, это прививочники и антипрививочники, это решение двух штатов вызвало реакцию, очень бурную реакцию, и, скорее всего, впереди самые жаркие, самые яркие споры по поводу того, прививаться или нет. Особенно в связи с новой рекомендацией центров по контролю профилактики заболеваний, напомним, буквально два месяца назад заявили, что в помещениях вакцинированным людям не надо носить маски. И вот теперь на фоне всех последних новостей относительно того, как начинает меняться эпидемиологическая картина, есть большая вероятность, что эти маски вновь обяжут носить, ну, в некоторых регионах страны, где наибольший разгул инфекций сейчас происходит, но маски в обязательном порядке скоро к нам вернутся. Ну и третья доза вакцины тоже, скорее всего, предстоит уколоться дополнительно. Какими могут быть последствия вывода военного контингента США из Ирака? Продолжим через пару минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова